Глава немецкого МИД Аннелена Бербак, находясь с визитом в Риме, заявила, что шокирована развитием событий в Казахстане. Министр подчеркнула, что пока не ясно, как и почему протесты обернулись такой вспышкой насилия. В то же время Бербак отметила. Понятно, что это не в интересах Европы, чтобы государство Центральной Азии попало в одностороннюю зависимость от России или Китая. В Берлине напомнили, что насилие в политических конфликтах неприемлемо, и обратились ко всем участникам противостояния с призывом к немедленному прекращению насилия и сдержанности. Настоящее потрясение вызвал в Европе приказ, отданный президентом Такаевым в минувшую пятницу о стрельбе на поражение. Правительство Германии считает, что приказ об открытии огня без предупреждения должен быть немедленно отозван. Такой приказ нарушает правовые обязательства Казахстана – выжать и защищать своих граждан. В США, как и ЕС, призвали президента Казахстана отменить приказ стрелять на поражение. Как заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, Казахстан способен защищать закон и порядок в форме, уважающей права мирных протестующих, которых заставили выйти на улицы в основном проблемы экономического характера. В Вашингтоне, кроме того, выразили сомнения насчет необходимости действительно прибегать к помощи ОДКБ, организации, ведомой Россией. Ранее от имени Евросоюза озабоченность насилием, последовавшим за мирными протестами в Казахстане, выразил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель. Он также отметил, что внешняя военная помощь должна уважать суверенитет и независимость Казахстана, а также фундаментальные права человека. Виктор Орбан стал пока единственным главой правительства ЕС, который прямо встал на сторону президента Такаева. По словам премьера Венгрии, он позвонил Такаеву и выразил ему свою поддержку, а также соболезнования по поводу жертв.